Встреча с работниками культуры прошла в тёплой дружеской обстановке в здании Центральной детской библиотеки Почепа. Екатерина Лахова отметила особое значение учреждения воспитания и обучения подрастающего поколения. Работники культуры интересовались прежде всего будущим региона и их малой родины. Обсуждался и вопрос о программе переселения, размещения и трудоустройства беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Не обошли стороной вопросы обеспечения литературой сельских библиотек, пополнения книжных фондов, а также кадровый вопрос. Ощущается нехватка молодых работников в учреждениях досуга и культуры. Екатерина Лахова знает причины трудностей и пути их преодоления. Всё зависит от того, какие руководители этих поселений, зависит от того, какой руководитель клуба. Хотя я думаю, что приоритеты должны быть и при распределении бюджета на уровне муниципальном и региональном. Потому что когда мы формируем бюджет областной, то мы должны посмотреть и от такой отрасли, как культура. Иными словами, кадры решают всё. Вопрос качества подготовки молодых специалистов привёл Екатерину Лахову в почебскую среднюю школу номер один. На встрече с коллективом педагогов Екатерина Лахова отметила то, что путь в науку начинается со школьной скамьи. И необходимость качественного обучения сейчас актуальна, как никогда. В связи со складывающейся обстановкой на Украине и в мире в частности, Россия наращивает объёмы выпуска продукции для оборонно-промышленного комплекса страны. А это значит, специалисты по производству и разработке высокотехнологичных товаров просто необходимы. Также депутат отметила хорошую отделку и благоустройство территории учебного заведения. Следующим объектом депутатского внимания стала Центральная районная больница Почепа. В ходе беседы с сотрудниками лечебного учреждения Екатерина Лахова заметила, что одной из важнейших задач государства является забота о здоровье каждого гражданина страны. При этом, как председатель Союза женщин России, Екатерина Лахова обратила особое внимание на пропаганду материнства, детства и здоровой и крепкой семьи. Улучшение качества жизни сотрудников ЦРБ и модернизации в сфере здравоохранения налицо. Продолжается закупка новейшего медицинского оборудования, а зарплаты врачей за последнее время выросли в два раза. У здравоохранения Почепского района за это время сделано очень многое. Во-первых, очень большие прошли ремонты у нас. Благодаря программе модернизации у нас ремонты прошли в трех врачебных амбулаториях. За это время мы получили прекрасную поликлинику, которая построена по программе химоразоружения. Введен в 2011 году в строй палатный корпус. Прекрасное, великолепное пребывание. Можно считать, что каждая палата, наверное, это палата комфортного пребывания. Артемий Маркелов, Евгений Седачев. События Почеп.